Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поговорим о конфликте, который на днях произошел между исполнительницей шансона Любови Успенской и журналисткой Ксенией Собчак. Но для начала я хочу напомнить своим комментаторам о том, что мой канал не является новостным, то есть я не делаю сводки новостей, а всего лишь комментирую те события, которые произошли, которые меня как-то тронули, основываясь на своем собственном видении ситуации. Но это всего лишь небольшая ремарка для тех комментаторов, которые упрекают меня в том, что я повторяю старые новости, о которых они уже слышали по 35 раз из других источников. Теперь же непосредственно о нашумевшем конфликте между Успенской и Собчак. Ну, напомним в двух словах, что певица Любовь Успенская пошла на интервью к Ксении Собчак в рамках ее нового шоу, в надежде получить слова поддержки, участия в связи с ее ситуацией с дочерью. Но вместо этого Ксения Собчак начала задавать неудобные для Любови Успенской вопросы, что выбило ее из колеи и очень огорчило. И вскоре после выхода передачи Любовь Успенская написала огромное открытое письмо, которое она публиковала у себя в Инстаграме, с обвинениями в адрес Ксении Собчак и журналистов в целом. Ответная реакция со стороны Ксении Собчак не заставила себя долго ждать, и она написала огромный комментарий, который она публиковала также на странице Любови Успенской со своей версией о происшедшем. Надо сказать, что претензии Любови Успенской мне не совсем понятны. Ну хотя бы начнем с того, что по ее собственным словам она шла к Ксении Собчак с полной уверенностью в том, что та будет ее утешать, хотя бы по тому факту, что Ксения Собчак сама является матерью, и уж она, как никто другой, поймет, как же сейчас сложно Любови Успенской. Ну, дело в том, что журналисты ведь это не психологи и не психотерапевты, и даже не подружки, к которым мы приходим поплакаться за рюмочкой чая. Это профессионалы своего дела, и это их задача ставить вас в неудобное положение. Кроме того, пометуя тот факт, что у Ксении Собчак в свое время тоже был продолжительный конфликт с ее собственной матерью, то мы можем предположить, что она как раз-таки будет ассоциировать себя, скорее всего, с дочерью, нежели с матерью, и брать сторону Тани, нежели Любы. То есть в этом плане Любовь, конечно, совершила оплошность, не сделав домашнюю работу, не наведя справки о жизни самой Ксении Собчак. Но кроме обвинений в адрес самой Ксении Собчак, Любовь Успенская также раскритиковала всю журналистскую братью, обвинив тех в непрофессионализме и продажности. Ну, это уже совсем, конечно, смешно, потому как Любовь Успенская достигла того уровня, когда она могла бы вообще послать всех журналистов на три веселые буквы, а это она делает очень хорошо, и вообще не ходить ни на какие ток-шоу, ни на какие интервью, ни на какие программы. Она бы спокойно могла заниматься своим творчеством, что она и делает, общаться со своими фанатами через соцсети, у нее там миллионы поклонников, которые ей поют дифирамбы, и успокоиться. Пиар ей не нужен, одного того пиара, к которым позаботилась ее дочь, ей хватит еще надолго. Кстати, очень интересный момент. Сама Татьяна Плаксина, как партизан, молчит об отношениях с мамой, как бы ее не пытались раскрутить ее поклонники в соцсетях, сказать хотя бы что-то, как идут дела с матерью, Татьяна напрочь отказывается об этом говорить. Любовь же Успенская очень любит поднимать этот вопрос бесконечно на концертах, на интервью, в соцсетях и так далее. Это заставляет о многом задуматься, конечно же. Еще один момент, который я хочу прокомментировать, это тот факт, что Любовь Успенская в своем открытом письме снова и снова подчеркивает, как много она работает, как много она пашет, чтобы создать хорошую жизнь для себя и для своих окружающих. Но, в принципе, в этом никто особо и не сомневается. Достаточно посмотреть на график ее концерта в турне, то мы понимаем, что действительно Любовь Успенская трудоголик и очень много работает. Но ждать за это какую-то благодарность, наверное, нецелесообразно, потому как это выбор самой Любови Успенской. Во многих интервью она всегда подчеркивала, что самая лучшая для нее терапия – это нагрузить себя трудом, работать, упахиваться с тем, чтобы под вечер просто валиться с ног и ничего уже не помнить и ни о чем не думать. В связи с этим напрашиваются две прописные истины. Во-первых, что всех денег не заработать, сколько ни работай, сколько ни паши, все равно будет мало. Тем более, что… Ну, на что Любови Успенской сейчас еще нужны деньги? Операции пластические на 10-15 лет вперед сделаны. Через 10-15 лет они, может быть, уже и не нужны будут. Как говорится, люди столько не живут. Ну и вторая прописная истина – это то, что с собой ничего не унесешь. Ни особняки, ни бриллианты, ни миллионы. И как бы страшно это ни звучало для некоторых, наверное, но все мы с вами, бедные или богатые, будем умирать примерно одинаково в болезнях, в болячках. Никому не нужны, скорее всего, уж точно, в случае с Любовью Успенской, дочь с мужем не будут выносить из-под нее судно. Может быть, племянник будет рядом еще крутиться, вот этот некровный. Может быть, домработница проронит скупую слезу. Но, тем не менее, конец будет у всех один. Поэтому лучше расслабиться, не ждать ни от кого благодарности. А если журналисты такие плохие, то перестать к ним ходить. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok